Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому, ну как бы, это вообще просто супер-упер-тупер-упер-супер-классная вообще машина, которую я лично обожаю. Хотя, хотя, у меня, в общем-то, могу сказать, что это очень командозависимая техника. И поэтому, если ваша команда не хочет играть, а хочет к какой-то причине, в общем-то, поджав хвост, слиться, то, возможно, возможно, вы, может быть, и вытащите бой, но, может быть, и нет. Поэтому, что я вам хочу сказать. То, что если вы купите эту машинку, а стоит она, ой-ой-ой, как не дешево, то, в принципе, вы получите массу удовлетворительных положительных ощущений. То есть, в плане того, что вы будете дамажить, вы будете раскидывать вот этот барабан в четыре, в общем-то, снаряда. И, в общем-то, будете нести себе в ангар серу. Сера здесь великолепно несется. Просто, ну, как бы, вы знаете, я не знаю, на чем еще можно в этой игре так хорошо зарабатывать серебро, как на Лорейн 40 тонн. Но, с другой стороны, я еще раз вам повторяю, да, при этом вы будете очень-очень хорошо дамажить. И, в принципе, ваш Вин-8 на этой машине, если у вас, конечно, руки чуть лучше, чем у Фредди Крюгера заточены, вот, то тогда вполне возможно, что вы получите не только массу приятных ощущений, но еще и поднимите свой Вин-8. Хотя, может быть, и нет. Еще раз повторяю, это очень-очень скиллованная машинка. То есть, в общем-то, руки здесь нужно иметь хотя бы чуть-чуть попрямее. С другой стороны, я еще раз вам повторяю, если с руками у вас все в порядке, то, в общем-то, Вин... Как только что шабанулся Тай-59 противника. Как ему было, наверное, печально. Вот, но, тем не менее, в общем-то, все, что касается Лорейн 40 тонн, вы уже поняли. Короче, поднимайте свой Вин-8, поднимайте свой, в общем-то, средний дамаг. Это на этой машинке очень-очень хорошо можно сделать. Ну что, вот, на данном моменте у нас карта, в общем-то, под названием Lifehawks. Не самая моя любимая. Но, тем не менее, посмотрите, я занял позицию на болоте. Кто там громко воет на болоте. Только что я промахнулся, но, тем не менее, у нас под мостом засилие средних танков противника, плюс вот еще Тай-59, который шабанулся, к ним летит. И вот у нас еще ПТ-шечка, которая будет сейчас отгребать. А у меня остался один снарядик, и, к сожалению, я его использовал для того, чтобы повредить гусеницу противника. Вот, в общем-то, используя такой вот небольшой холмик, у меня как-то еще умудряюсь, в общем-то, выжить. И до сих пор не получить ни одного хп по своему бренному тельцу. В свою очередь, я нанес уже 1137. Ну, как бы не очень, да, для восьмого левела. Тут, как минимум, три... А, да, ну, полторы от полутора и выше. Это, скажем так, было бы приятно. Тем не менее, я уже перезарядился и жду, в общем-то, когда противник высунет свой клюв, и я смогу пострелять по кому-нибудь из них. Я вижу, что вот у меня впереди тут затусовался прототип, и, естественно, по его тушке-то пострелять, ну, просто... Эй, ты подожди, подожди! Все, четыре снаряда использовал, и прототип ушел в ангар. 1895. В общем-то, если бы я один раз не пробил, а все-таки пробил, тогда было бы получше. То есть, я еще смог бы один выстрел использовать на Т-44. Вот сейчас он стоит, и сейчас он меня, скорее всего, заст... Ух ты, ух ты, ух ты! Давай, брат... Братан, 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 братюля! Ну, что ж ты... Долго я, в общем-то, рассусоливаюсь. Блин, можно было стрелять, но я побоялся. Ну, ладно, зато минус фраг. Давай, 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 давай! Блин. Хочется мне выиграть, на самом деле, поэтому вот так вот я немножечко, скажем так, менжуюсь, менжуюсь. Хотя, в принципе, можно не менжоваться. 9-6 и 2-826 у меня, в общем-то, в копилке. Поэтому, ну, что я могу сказать? Я еще раз вам повторяю, если команда, в общем-то, союзников не тупит и пытается, в общем-то, выиграть, то у вас есть все шансы на то, что вы накажете противников и, в общем-то... Вот видите, что тут выстрелами уже 10 раз я поверг в шок. В общем-то, бедолаг, 3 машины противника уничтожены и, в общем-то, все у меня уже, все ЛБЗ в кармане. Поэтому, если вы вдруг все-таки думаете, что же мне купить 8-го левла, не раздумывайте. Покупайте вот это чудо-машину и, в общем-то, будете карать всех и вся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, кстати говоря, здесь, в общем-то, жадность фраеров в конечном итоге будет погубила. 3-399. И вот сейчас уже, в принципе, почти что в кармане у нас победа. Выстрел я промахнулся. И-и-и-и-и-и да! И ого! Выходит на меня и... 712. Моритурус отправляется в ангар. Жадность, еще раз повторяю, фраера сгубила. Если бы я прошел по болоту, то, в принципе, мог бы я наказать ОХО, мог бы наказать Т-44-100 и мог бы даже ЛТТБ. Так хочется мне всегда сказать на этот танк ЛГБТ, но... В общем-то, БАБАХ и ВАФЛИ отправляет ОХО в ангар. Остается у них еще 44-ка и ЛТТБ. Нет 44-ки. И ВАФЛЕНСКИЙ, получая дамаг, в общем-то, раздамаживает и уносит в ангар ЛТТБ. Ну что, в общем-то, ПОБЕДА. Основные условия дополнительные выполнены, поэтому, если вы хотите, думаете, что же купить, конечно же, покупайте ЛАРЕН 40 тонн. Это тот самый СТ, который принесет вам, в общем-то, если вы вдруг еще не выполнили много-много-много-много-много условий, то они будут вами выполнены. Поэтому, все, кто любит эту игру, обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайкосик и, конечно же, оставляйте свои комментарии по поводу, как вы уже выполнили ЛТБЗ, как вы его будете выполнять, или вы вообще не хотите его выполнять, вам все равно. В общем-то, тем не менее, обязательно ставьте свой комментарий. Поэтому всем удачи, всем пока и до зустричи! Субтитры сделал DimaTorzok